Всем привет! Мы сегодня в кузне, в гостях у Александра. Здрасте! И он нам расскажет проект. Саша, рассказывайте, это что? Это макет, во-первых, да? Это макет, по которому я сделал уже больших рыбок. Рыбка называется кижуч. Здесь самочка и самец. Это куда отправиться? А поедет в Комсомольск-на-Амуре. Комсомольск-на-Амуре. А это уже вовсю ширину и длину. Это самец, да, кижуч? Сколько весом? 250 килограмм. Это на какой-то объект отправиться? Будет стоять на набережной Комсомольск-на-Амуре в городе. На набережной. А заказали здесь вам, потому что там не смогли сделать? Ситуация здесь такая. Значит, там начал собирать кузнец, и он умер. Он сделал только макеты, и начал, по слухам, что, ну вот, ребята там мне говорят, что он начал уже собирать, там какую-то часть была собрана, и он умирает. А продолжение-то надо как-то все это дело заканчивать? Ну, ребята, мы же все общаемся, кузнецы. Продолжили мне все это дело сделать, но я взялся здесь и сделал. Как-то так. Градиозная работа. Так, это самочка. Чуть поменьше. Сколько работ заняло по времени? Полгода. Полгода. Января месяц. Красиво, конечно, масштабно. И вот на днях уже забирают, да? Да, да. Будут машины вывозить. Вот этот макет сделан и рыба, а вот эта часть будет делаться там, да, уже на месте? Да, уже это на месте. Чтобы перевозить было легче, отдельно рыбы сделано, а это уже на месте основа. Здесь у Александра мы заказывали две опоры, не опоры, а как сказать? Кирголы, скорее всего. Да, металлические. Для листьев не с плакочной формой мы посадили. Еще стойки для белья, чтобы вешать на улице белье. Тоже интересно, я потом покажу у себя. Ну, в общем, вы берете за любую работу, да, Саша? Да, любую. Выполняете любую работу. Я вообще изначально ювелир. Ювелир? Изначально ювелир. Я в 17 лет ювелиром пробыл. Ну и пошло потом. В 2000-х слишком много ювелиров стало. Естественно, все это начало как-то притухать. Я открыл кузнечное дело нашего этим заниматься. И уже сколько? Ну, 20 с лишним лет я уже кузнец. Здорово. Что, посмотрим немножко кузнец? А, ну, можно кузнец. Пойдемте посмотрим. Кузнец, правильно говорить, да? Это печи, да, Саша, где вы все делаете? Да, это тональный горный. Вот это? Угольный. Вот это угольный. Да, тональный горный. Вот. Там уголь закладываешь, воздух снизу подается, все это греется. И куется. Вот это уже газовый горный кузнец. А что, удобнее, газ или... Ну, газ поудобнее. Но дороже, да? Ну, здесь, нет, ну, не в том плане, что дороже. Просто здесь более мелкие вещи можно делать. Ну, горно маленькое, то, кстати, много не засунешь. Ага. А тут уже побольше. А вот это уже совсем большой. Если что-то огромное надо там делать, я уже здесь зажигаю. А это что? Это молот у нас. В принципе, самое основное, что есть в кузнец. Да, я могу включить, показать. Давайте. Видать нажимается, и как молотова, что есть. Вот чем сильнее нажмешь, тем сильнее будет долбить. Ну, и маленькие разные приспособления ставим. Интересно. Куча всего... Это инструмента. Под все, что угодно. И все делаешь, делаешь, делаешь. И ни конца не краю. Потому что постоянно у всех все разное. Приходится подстраиваться под всех, под заказы. Да, интересно. Здравствуйте. Так, это еще одно помещение. А это сборочный цех. Сборочный, ага. Здесь все собирается. Здесь на столах рисуются, да? Ну, да, да. Эти узоры. В полный размер разрисовывается все это делаешь. Сначала вырисовывается, а потом уже... В масштабе все это делаешь. Делаешь. Доготовка снимается, и уже в горн. Потом отковываешь все это делаешь. Делаешь валютин и все дела. Ну, смотря какой заказ. В общем, здесь тоже инструментов всяких. Делаем все. Вот даже вездеходы делаем. Это вездеход, да? Да, это будущий вездеход. Это вы сами собираете. Да, да, да. С нуля. Да. Обалдеть, сейчас поближе покажу. Вон там колеса от него. То есть огромные колеса будут. Здорово. У вас еще какой-то проект здесь был, да, интересный? То ли птички, то ли что-то было такое. Не помню. У меня столько всего. Это просто я не... Когда приезжали, еще один был проект тоже интересный. Не запоминал. Когда заказывали опору для лиственницы. В общем, Саш, если что-то нужное, интересное, к вам можно обращаться. Не, ну можно, да, вплоть до литья. Вот сейчас могу показать. Да, сейчас я буду отрывать партию этих самых знаков границы СССР. Это заказали, да? Не, не заказали, просто литье. И вот штучки. Это, это как называется? Это восковка. Вот эта восковка, потом это все будет в бронзе. Интересно. Красиво. Ну, сначала вот такая вот резинка делается. В нее заливается. То есть, это форма, вот она? Да, резиновая такая. А, да, резиновая. А, вот такая вот. Потом заливается это что? Воском. Потом заливаем воском. Потом в воск окунаем формочную массу. Разогреваем. Это самое... Гипс застывает, выливаем, ставим на прокалку. Гипс вытапливается, остается пустота вот этой вот штучки. Подогреваем металл и заливаем сюда. Заместо воска получается металлическая любая вещь. Очень интересно. В общем, любая выдумка. Понятно? Что угодно. Я не знаю, от драгметаллов и всего на свете. В общем, можно оставить ваш телефон, да? Сотовую. Можно. Если что, с вами поработать. Мы уже поработали, сделали две опоры для лиственниц. Нужно будет тоже заснять, я еще их не показывала. Да, они такие интересные. Ну да. Так что вот. Такая красота здесь. Если будет еще какой-нибудь интересный проект, мы приедем, снимем. Все, сообщим, заснимем, все. Ну все, всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok